Ну, особо качков тут не увидел, но дети балуются. Большущий пляж, народа здесь побольше, а вот это остров, оказывается. Всем привет! Сегодня мы выбрались на водохранилище Дрозды. Оно находится за Кольцевой, Минской Кольцевой. Получается, вот Минская Кольцевая и через дорогу аквапарк Лебяж. Когда мы возвращались с аквапарка, решили сюда заскочить, разведать, что здесь. Ну, так буквально увидели краем глаза, что здесь какой-то есть пляжик. Ни разу здесь не были, хотя мимо проезжали. Ну, вот решили обследовать эту местность. Вот здесь раздевалочки, душевые. Все очень облагорожено культурно. Вот такие шезлонги, и они бесплатные. Вот такое озеро. Сейчас туда дальше прогуляемся. Вот эти все стационарные шезлонги. Ну, в общем, присесть, отдохнуть есть где. Есть туалет, урны, все как положено. Детская зона и такой песчаный пляжик. Сейчас мы подойдем к воде, посмотрим воду. Песочек довольно мелкий, явно завозной. И вот такие тут развлекухи. К развлекухам мы сейчас чуть-чуть попозже подойдем, сейчас глянем на воду. Вода относительно прозрачная, но уже видно, что зеленеет, потому что опять потеплело. А как только у нас теплеет, вода везде, ну, во всяком случае, по Минской области, она очень начинает зеленеть, мутнеть. Ну, более-менее терпимо пока. В принципе, детям тут не скучно. Горочка маленькая есть, это уже хорошо. Ну, вот такая душевая. Напор довольно приличный. И вот здесь аренда каких-то спасательных жилетов. Ну, вот для занятий спортом, я даже не знаю, как он называется. Вот это явно аренда вот этих вот досок. Вот такие прикольные штуковины. Мы тут как-то на днях заскочили буквально на пару минут. Здесь взрослые катались, сейчас дети. Ну, явно какая-то секция или спортивная. Прочит, 10 минут 20 рублей, если вот это удовольствие. И вот еще такие лодочки. Саба или как-то называют. Я тоже не запомнил название. Вот такие она и вот конструкция. Мощные тросы. Вот держит такой агрегат. И вот здесь какая-то, как канатная дорожка, она гоняет вот этих экстремалов по этим доскам. Отправляется это все джойстиком. Вот здесь оператор. Варьян, ты едешь? Можно там отойти немножко мешать? Далее, там варан закрыт. Для любителей качнуться есть такая зона с тренажерами. И она работает. Ну, особо качков тут не увидел, но дети балуются. Ну, вот еще один пляжик. Сейчас немножко прогуляемся, посмотрим, что там дальше. Ну, примерно все одинаково. Такие же козырьки, такие же шезлонги. Такие же полуголые люди. Прогулялись немножко подальше. Вот там кольцевая. Вот от нее протоптались. Ну, вот здесь пляжик уже посерьезнее. Спасательный пост. И уже такой большущий пляж. Народа здесь побольше. Видимо, здесь поприятнее находиться и лежать. А вот это остров, оказывается. Он, получается, в центре этого озера. Ну, и вон, спасатели плавают. В общем, водичка здесь более-менее, кстати. Здесь она не такая цветущая, как на том пляже. Ну, мутнеет. Видно, что мутнеет. Никуда не денешься. Ну, вот так меньшане проводят свое время. Сегодня понедельник, будний день. Народа не очень много. Я думаю, по выходным здесь побольше. Вон, на машинах люди подъезжают. Тут шлагбаум стоит. Сюда заезжать нельзя. Оставляют за пределами. Даже огорожено. Ну, и какая-то кафешка. Хотя я не вижу, чтобы она работала. Просто какой-то навес. Ну, и вот так вот люди отдыхают. Ну, если хочется очень красивых видов, тут буквально, если на машине проехаться до Минского моря, я думаю, еще километров может быть пять. На Минском море там, конечно, виды поинтереснее и посерьезнее. Используется так. Афина. Время. 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 ну вот народ краткая экскурсия закончилась на этом пока я думаю сейчас поедем еще на минское море